Меня зовут Юлия, я из Украины, города Ровно, и на данный момент я являюсь владелец салона «Краспетренч», с которым мы уже три года. Сегодня я хочу рассказать, как я пришла к такому решению, чтобы внедрить бонусную систему в ее своем бизнесе. Во-первых, за три года моей работы в нашем салоне не было никаких китов для клиентов, никакой бонусной системы, потому что я была противником этих пластиковых карточек, и, конечно же, я мечтала о чем-то уникальном, намного позже. Когда уже клиенты начали просто говорить о том, что они желают от нас получать какие-то бонусы, скидки, в знак благодарности того, что они обслуживаются очень долго уже в нашем салоне, я, конечно же, задумалась над тем, что нужно уже что-то начинать изнедрять. Во-вторых, я всегда мечтала о том, чтобы вовлечь своих мастеров до продажи, чтобы мастера делали дополнительные продажи ухода в косметике или других своих услуг, которые у нас есть в салоне. Все методы, которые я вводила, это были мотивации, конкурсы, хороший процент по продажу. Да, он работал, они работали и сейчас работают, но таких успехов, как после внедрения и практики уже три месяца на этой бонусной системе, я, конечно, не получала. Сейчас я очень довольна этими результатами, потому что наш средний чек уже растет, я понимаю, что это только начало, а дальше будет все больше. То есть мастерам намного легче вовлекаться в такой процент благодаря бонусной системе. Ну и, конечно же, хочется коснуться более, я думаю, что все владельцы, которые имеют бьюти-бизнес, сталкивались хотя бы раз с тем, что когда мастер насиживает клиентскую базу и уходит с салона, то 50-60% клиентов идут за мастером. Когда у меня такое случилось в моем бизнесе, я задалась вопросом, почему мой бизнес зависит от мастера, от Кати, Лены или Наде, если он принадлежит мне. И, конечно же, сейчас мне стало намного проще, потому что я понимаю, что вот эти все бонусные фишки, которые мы, там, конфетки эти, кешбеки, всю эту лояльность, которую мы дарим клиенту, мы таким же способом привязываем клиента более к салону. И себя страхуем от таких случаев, когда мастер что-то уже уходит, но клиент остается в салоне надолго. Ну и, конечно же, большой плюс программы лояльности людей – это обратная связь. Вот вы представляете, когда я, собственно, имею приложение, в которое я захожу каждый день и вижу оценку своих клиентов, потому что они имеют возможность после каждой услуги оценить качество мастера. Для меня это просто мечта, потому что я вижу это, я могу реагировать, если у нас какие-то нежелательные отзывы, стало богу, их еще не было, но они могут быть. Я могу быстро среагировать, спросить, в чем наша проблема, как нам стать лучше, как вывести, как убрать вот эти проблемы с каким-то там негативным клиентом. Ну и, конечно, рекомендации. Рекомендации очень важны, потому что для клиента это очень просто, они имеют кнопку приложения, где просто нажимают, и они могут передавать, удивиться своим подругам, близким мамам, своим дочкам и рассказывать о нашем салоне. В принципе, вот это основные были задачи и мои пожелания от работы с бонусной программой. Конечно, я сильно благодарна Валерию Альшальскому, потому что он является моим партнером по внедрению UBS в мой бизнес. Это человек, который очень круто дружит с цифрами, с его помощью за три месяца мы добились очень крутых результатов. Это поддержка 24 на 7, за что Валерия себя очень благодарна. Это обучение персонала, это внедрение всех технических моментов, которые занимают очень большой кусок времени. Поэтому я приглашаю сейчас тебя, Валерия. Он подготовил для вас кейс, где уже более подробно покажут все в цифрах, что мы сделали, что у нас получилось для этих тренировок. Вам всем благодарна. Да, Юля, спасибо большое. Спасибо большое. У нас сегодня было довольно много кейсов, в которых большие, существенные, серьезные цифры, обороты в бизнесах, сети, студии. Уникальность этого кейса в том, что это салон красоты, френчес, он замечательный, с потрясающей командой и владельцей, как мы уже убедились. Он находится в небольшом городе Украины, город ровный, населением порядка 250 тысяч человек. И когда мы с Юлей познакомились, одной из ключевых целей, как у большинства предпринимателей, стояла задача, нужно привлечь новых клиентов. Но были определенные опасения, что ресурс города и ресурс того района, в котором находится сам салон красоты, он может быть уже исчерпан. Потому что салону три года, есть определенная репутация и клиентская база. То есть с репутацией было все окей, но как озвучил Юля, что иногда уходили мастера, за мастерами уходил существенный объем клиентской базы. Поэтому сейчас поговорим о конкретных действиях и о целях, что было сделано. То есть те цели, которые мы перед собой поставили на этапе внедрения системы, в первую очередь, это увеличить чек клиента за счет доп. услуг. То есть несмотря на то, какой салон большой, небольшой, в каком он городе находится, наверное, самая первая точка роста любого салона красоты или бьюти-индустрии, это увеличение среднего чека. Потому что клиент мы можем привлекать бесконечно, но это долго, есть, соответственно, ресурс района, он ограничен. Поэтому сфокусировались изначально на этой задаче. Второй задачей стояло привлечение все-таки новых клиентов, попробовать, протестировать, какие есть возможности. Следующая задача была это увеличение эффективности персонала. Команда классная, хорошая, но любой бизнес, неважно, причем он маленький, либо же большой, на доверии, к сожалению, не развивается. Потому что кот из дома, мыши в пляс, все прекрасно знают эту фразу, когда владелец находится в бизнесе, все прекрасно. Уходят, далее остается доверяться на слово персоналу, насколько, да, вовлечены и качественно работают с клиентами. И следующая задача это увеличить загрузку парикмахерского зала, потому что ключевой услугой в салоне красоты это был маникюр, и он генерил ключевой объем денег в бизнесе. Соответственно, что было сделано для запуска системы? Первое, это анализ текущей ситуации в бизнесе. Мы с Юлей по косточкам разобрали все процессы, количество клиентов, тит-чеки и активности мастеров, которые они делают, ну, в том числе и маржинальность. Далее, исходя из тех потребностей, которые были у Юли, мы разработали концепцию бонусной программы, чтобы она откликалась, была привлекательна для клиентов, потому что они периодически уже заикались, да, о каких-либо бонусах, скидках и акциях. Но и также очень важна была маржинальность, потому что можно раздаривать клиентам бесконечное количество баллов и скидок, но рентабельность бизнеса превыше всего. Соответственно, далее, исходя из разработанной концепции, мы провели подробное обучение и аттестацию персонала с вовлечением коллектива. Потому что, ну, UDS, безусловно, да, это не волшебная пилюля, это инструментарий, которым нужно пользоваться, и команда имеет очень существенный вес, потому что до клиентской аудитории, конечно, транслирует всю эту историю непосредственно сами мастера. И далее мы разработали концепцию кросс-маркетинга. Теперь пройдем чуть более подробнее. Оценка эффективности персонала. То есть очень важный блок – это диджитализация или отцифровка бизнеса. Когда ведется учет в тетради, либо в каких-то внутренних CRM-системах специфических, нишевых, детальной подробной аналитики в разрезе каждого клиента, ну, ее зачастую в бизнесе нет. Система UDS позволила нам отцифровать полностью эффективность каждого сотрудника в разрезе даже каждого скрипта, что он говорит. То есть мы с Юлей постоянно держали руку на пульсе и наблюдали за тем, как сотрудники общаются с клиентом. Только мы наблюдали в цифрах, мы видим, у кого есть сотрудник, какая конверсия скачивания. Далее мы проанализировали ситуацию по среднему чеку каждого клиента. Немножко мелко цифры видны, но прокомментирую. То есть мы однозначно увидели зависимость среднего чека от того, вовлечен клиент в программу лояльности или не вовлечен. То есть те клиенты, которые скачали приложение, их средний чек становится выше. Если мы замечали аномалию у какого-то из сотрудников, что средний чек вдруг ниже или такой же, мы точно понимаем, что этот сотрудник не уделяет достаточного внимания именно дополнительным продажам либо промоутированию какой-либо другой дополнительной услуги. И также тот показатель, за которым мы следили. Бонусная программа – это не инструмент предоставления скидок. Это ключевой инструмент как раз для дополнительных продаж и удержания клиента. Здесь мы прозрачно видим ту фактическую скидку, которую получает на выходе каждый сотрудник в бизнесе. В предпоследнем столбце данные представлены. Соответственно, мы видим, что у всех сотрудников от 2 до 6% варьируется эта скидка. Это приемлемая цифра, исходя из рентабельности этого бизнеса. Но также у нас было несколько сотрудников, по итогам работы которых скидка составляла 9,11%. На основании полученных данных, безусловно, мы точечно каждый раз общались с сотрудниками и расставляли акценты приоритета. Также с Юлей выявили и нашли ту волшебную пилюлю, как существенно увеличить дополнительные продажи. Это лайфхак. То есть Юля каждое утро каждому мастеру подходила и ставила конкретную задачу, что он должен на сегодняшний день предлагать своим клиентам. То есть, когда пришла Мария Ивановна, говорилась не такая фраза, Мария Ивановна, у вас есть 100 бонусных баллов, давайте спишем. Проговаривался другой очень простой, откликающийся клиентам скрипт. Мария Ивановна, у вас есть 100 бонусных баллов, кстати, у нас Маша так потрясающе стрижет. Давайте попробуем. Моя стрижка стоит 300, для вас обойдется. Мастера, ну творческие, наверное, личности, они не умеют продавать. И вот та фишка, что Юлия ставила конкретную задачу, что нужно продавать и каким образом доносить информацию до клиента, нам дала просто потрясающие результаты. То есть бонусная программа использовалась эффективно. Хочу обратить внимание на цифры, да, вот в правом столбце цифры небольшие, они указаны в гривнах. Гривна примерно около 3 рублей стоит, то есть можете сопоставить, да, уровень салона. Также здесь отображена динамика роста показателей за октябрь, ноябрь и декабрь прошедшего года. Динамика роста всех ключевых показателей бизнеса, она очевидна, то есть деньги лежат в чем? Первое, в количестве клиентов, то, о чем радеют практически все предприниматели. Второе, в количестве чеков и третье, в чек на одного клиента. То есть как часто приходит клиент, сколько денег он тратит в бизнесе. Здесь мы получили существенный профит. Количество потребляемых услуг, один из ключевых также показателей, мы получили колоссальнейший результат, мы получили прирост по итогу трех месяцев на 42%. Ребята, на 42%, то бишь один на старте нашей работы, клиент один в среднем потреблял полторы услуги. То есть понимаем, что из четырех клиентов двое пользовались маникюром и стрижкой, а двое только на одну услугу. На сегодняшний день мы получаем на одного клиента 2,2 услуги. Это дает колоссальнейший прирост бизнеса на той же самой клиентской базе. Вот это очень важно. То есть когда вы подозреваете, что ресурс привлечения клиентов либо дорогой, либо исчерпан, можно сфокусироваться всегда на этих показателях. Соответственно, рост клиентской базы, что мы получили за три месяца. Также убедились в том, что ресурс района исчерпан, это были просто наши опасения. За три месяца, благодаря внедрению уникальной программы лояльности, довольно щедрой программы лояльности, мы увеличили нашу клиентскую базу на 18%. То есть всего за три месяца у нас прошло 467 уникальных клиентов, из которых, ну, отцифровалось 84 клиента по рекомендации. На сегодняшний день из них уже 14 человек пришли в бизнес. Ну и далее с оставшимися клиентами мы через коммуникацию их подогреваем и приглашаем к нам на услуги. Инструмент источники трафика, о нем говорилось уже выше, также он нам открыл глаза на то, что у нас есть ресурс по входящему трафику. Мы видим, как работает наш инстаграм, на сегодняшний день не используются какие-либо инструменты рекламы глобального привлечения, потому что, напомню, город небольшой, район небольшой, конкуренция колоссальная. Мы понимаем, что в первую очередь упор нужно делать на качестве и на общении с клиентами. Но также, благодаря тому, что компания разместилась на платформе, мы получили холодный трафик, порядка 113 человек, которые на сегодняшний день сгенерили уже объем в бизнес порядка 40 тысяч гривен. То есть какое-то количество этих клиентов, они уже были действующими клиентами, мы их знаем, их отфильтровали, но получен очень существенный профит. Далее, кросс-маркетинг – это очень сильная фишка, которая позволила также увеличить средний чек. Что сейчас происходит? На платформе есть определенное количество компаний. Мы нашли компанию со схожей целевой аудиторией, компания занимается продажей бижутерии. Мы с ними договорились о сотрудничестве. Теперь каждый наш клиент, который приходит к нам в салон, совершив покупку от определенной суммы, получает дополнительно подарочный сертификат в магазин бижутерии. Таким образом, наши сотрудники каждому клиенту делают подарок и увеличивают ценность. То есть до продажи стали намного легче. Ну, с словами Марии Ивановны, если вы купите крем, вы еще дополнительно получите от нас подарок на бижутерию. Ровно то же самое происходит в магазине бижутерии. Клиенты, когда приходят к ним, получают информацию о том, что при покупке вот такой-то суммы, они еще получают сертификат в замечательный салон красоты. И вот эта коллаборация тоже, безусловно, приносит неплохой профит. Ну и бонус. Изначально мы, в принципе, об этом с Юлей не говорили. В команде мы были уверены. Но бонусом мы получили оцифрованную обратную связь. Это очень крутая штука. Мы видим, что 20% клиентов наших не ленятся. Они с удовольствием ставят оценку качества обслуживания. Можно сказать, что 100% из них – это оценка 5. Из 200 с лишним оценок всего 1 четверочка. Но настроение, видимо, у клиента было не очень в тот день, соответственно. И это очень крутой инструмент для пиара и дальнейшего продвижения этого салона красоты в Инстаграм или через другие социальные сети. И если говорить об итоговом профите, всего лишь за 3 месяца использования в небольшом городе и салон с небольшими, с неколоссальными оборотами, получил за счет роста среднего чека дополнительно 44 тысячи гривен. Клиенты по рекомендациям через источник UDS 20 тысяч гривен. Мы эту цифру занизили. Также, да, чтобы сильно не разбираться в математике, там несколько клиентов действующих попали в эту статистику. Вот это чистые точно цифры. За счет коммуникации с клиентами было сэкономлено полторы тысячи гривен. И мотивация персонала – это бесценный ресурс, его оценить невозможно. Как говорила Юля, в бьюти-индустрии все держится также на мастерах, и клиентская база – это те люди, от кого действительно зависит наш бизнес. И если сотрудник уходит, это риски. В нашей ситуации за 3 месяца каждый из сотрудников из мастеров начал существенно больше зарабатывать. То есть они видят и увеличение трафика, и большую клиентскую активность, и мотивация самих сотрудников, ну, явно больше, и они с удовольствием приходят на работу. Итоговый профит составил 65 с лишним тысяч гривен. Это около 2300 долларов за 3 месяца. Ну, соответственно, что практически в 2 раза уже окупило затраты на само программное обеспечение и на стоимость профессионального внедрения. Вот с этим я Юлю поздравляю. Всего лишь 3 месяца, дальше больше. То есть инвестиции уже окупилось за такой короткий срок. Ну, и 2021 год, уверен, будет прорывным и годом масштабирования. Вот. Всех благодарю за внимание. Юлечка, спасибо огромное за такое сотрудничество. Теперь... Да, хорошо. Теперь с гордостью и с радостью я хочу представить вот последнего уже спикера, технического директора по развитию продукта, точнее директора по развитию продукта компании.